Носер, есть? Сразу отвечайте я, чтобы я знал. Строго по уставу, командным голосом и никаких возражений. Все это будет в армии, а пока они школьники. Этим мальчишкам исполнилось по 17 лет. Время становиться на первичный воинский учет. Обязанность каждого юноши прийти в военкомат по повестке. Граждане в год исполнения 17 лет становятся на воинский учет, где проходит медицинское освидетельствование и где у них выводится категория годности по состоянию здоровья, определяется, в каких вид, род войск они будут предназначены. Бригада врачей осматривает парней. Сейчас самое время выявлять отклонения в здоровье. До 18-летия, когда стартует призыв в армию, есть возможность пройти лечение. Постановка допризывной молодежи на первичный учет только началась. Поэтому пока врачи прогнозов о физическом состоянии будущих новобранцев не дают. Так вот это как раз и год-то и нужен нам. Кому-то год, кому-то полтора. Кто-то родился в январе, кто-то родился в декабре. До 18 лет мы говорим, что каждый свой период. Поэтому вот этот период мы используем для того, чтобы провести профилактическое лечение, провести им выздоровление, или же наоборот нам добиться определенных результатов. После чего мы будем знать уже, какую категорию годности мы носить. То есть гоня к армии, не гоня к военной службе с незначительными ограничениями. Определят категорию годности и выдадут важный для призывника документ – удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу. С этой голубой книжечкой парням предстоит ходить до самой армии, поступать учиться, получать отсрочку в случае необходимости. По закону юноша имеет право после школы пойти учиться, а уж после родину защищать. Каждый в моем возрасте задумывается об армии, но я в свою очередь задумывался о том, в ближайшее время избежать ее ради получения образования, покуда знания в голове остались школьные. Сто нечто начала выучиться, а потом уже долг родины отдавать. Конечно. Чуть больше 1300 школьников этой весной встанут на воинский учет, а в следующем году они получат повестки в армию. А 1 апреля начнется весенний призыв для тех, кто достиг нужного возраста и не обременен получением знаний. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.